всем привет дорогие друзья все я вернулся в киев и мы продолжаем продолжаем изучать мишли с божьей помощью должны вы закончить книжку мишли полностью за до еще где-то но всего осталось на 100 уроков хорошо друзья все значит смотрите если а когда меня нету и так проводит роте до влад привет влад косов редактор варива икры значит но я советую повторять тот повторять мишли просто читайте то что мы уже изучили повторять повторять те уроки которые мы уже проходили потому что кто учит и не повторяет как тот то сеет и не собирает урожай и мозг он так устроен что его постоянно надо программировать правильными вещами потому что если ты его правильными не программируешь вещами то тогда вот мне очень понравилась метафора мозг человека похож на поле такое да на этом поле очень много на этом поле есть много сорняков разных разных растений там и так далее и вот значит человек который снаружи идут в основном сорняки телевизора радио пустые разговоры это как семена сорняков если ты внутри вторую постоянно активизирует что тура на эти сорняки уничтожает и у тебя мысли торы в голове даже вот интересно когда едешь там думаешь специально повторяешь что наизусть какие-то отрывки то у тебя мозг он все время этим занят то есть он не может быть одновременно ты повторяешь там какие-то отрывки из торы или изучаешь и он в это время занят какой-то ну непонятно чем хорошо как хавец кэм когда написал книгу про ваша нора он говорит что я не знаю поймут люди эту книгу или нет и будут ли они потом соблюдать или нет но хотя бы в то время когда они ее читают они не смогут ваша нора говорить они будут в это время заняты хорошо все друзья мы продолжаем и тони кауфман нас смотрит отлично и мы сейчас пятнадцатая глава пятнадцатый отрывок четырнадцатый отрывок значит четырнадцатый отрывок пятнадцатого и звучит так лев на вон его кэш дат у пи кселим и ре и велит значит еще раз если человека сердце сердце это его подсознание в подсознании человека все его знание о мире которое он собирает от момента рождения и у него там записаны все слова сказки шутки прибаутки анекдоты химия физика математика дорога к дому дорога с дома песни юрия антонова пройдусь по абрикозовой сверну на виноградную и на тенистой улице я постою в тени это у меня сегодня утром я почему-то когда чистил зубы у меня в голове звучала песня владимира кузьмина симона девушка моей мечты причем я не видел ни вообще симона я никогда в жизни не видел у меня есть только одна девушка моя мечта это моя жена но вот это сердце человека оно полно полно информации подсознание да теперь и она там эта вся информация крутится 70 тысяч мысли всплывают в сознание проскативают из него ныряют обратно в день да и как говорит один на психотерапевт известные андрей курпатов он говорит это не мозг у человека есть это человек есть у мозга мозг им рулит это мозг и брулит а это знаете как один пришел к доктору один пришел доктор у него такая ну доктор говорит что у вас в чем проблема он снимает шляпу у него на голове сидит лягушка такая прям лягушка доктор смотрит лягушка значит прямо в голове вросла значит лягушка доктор говорит как и как это произошло скажите такая лягушка говорит я не знаю вначале было просто бородавка а потом он вырос так вот это человек если мозга то есть у мозга в мозге постоянно крутятся разные мысли и человек он как бы осознавая эти мысли ученые доказали что решение она у человека срабатывает внутри в подсознании пока он его еще не осознает и потом она только всплывает сознание то есть именно человек есть у мозга и вот нам объясняют так лев на вон сердце мудрая что такое сердце мудрая его кэшда значит мы знаем на вон это тот кто видит вещь из вещи то есть работа работа мышления она идет по этим алгоритмом как программные алгоритмы есть такой алгоритм называется бина когда человек он хочет понять вещь из вещи то есть у него включено рациональное мышление он анализирует это называется сердце анализирующий то есть вот я например мне всплыла песня симона девушка моей мечты я анализирую эту песню думать чё она всплыла у меня какая симона надо понять да симона ну откуда имя вообще такое почему кузьмин это называется сердце на вон это анализирующая логика в котором есть и вакэшда ад она ищет познание дат это познание восприятия есть люди которые они называют себя как ученые да они хотят разобраться талмит хахам мудрец на иврите это ученик мудрец то есть он хочет познать окружающий мир он хочет понять окружающий мир он хочет разобраться как это работает и даже он хочет разобраться почему его голова работает так как она работает то есть он поднимается на более высокую ступень исследователя наблюдателя за собой за миром и вот такое сердце которое познают на вон это на вон это сообразительное да и вакэшда ад она ищет познание то есть есть люди жадные до познания не хотят расширить свою модель мира они хотят понять точку зрения другого человека они понимают что их взгляд на мир какой бы он ни был широкий он ограниченный потому что даже там сократ говорил я чем больше узнаю я знаю что ничего не знаю и так далее любой человек который начинает проверять свои знания о мире он через какое-то время поймет насколько они ограничены то есть каждый из нас знает только маленькую малепусенькую такую часть мира и в ней живет и вот здесь у человека появляется вот это вот сердце лев на вон сердце сообразительное он начинает искать да искать познание он хочет понять познать увидит расширить и он не будет давить свою точку зрения я сейчас изучаю систему мышления рейд далио такой миллиардер он говорит что у него это называется не помню как называется это что у человека должна быть позиция не в споре не доказать свою позицию а понять позицию другого тот же стивенкови говорит всем навыкам высоких высокоэффективных людей вначале понять а потом быть понятым да ну естественно мы базируем все на торе и фундамент всего тора когда спрашивает впервые вот вопрос задают миха хам кто это чеха хам кого можно назвать мудрецом алумет миколь адам тот кто учится от каждого человека и царь давид он говорил миколь меландай искалки от каждого кто меня получал я умудрился но и там он добавляет в чем отличие религиозного человека от нерелигиозного он говорит и до теха сих али потому что свидетельство твое говорила мне то есть он вообще видит за религиозный чек он видит за внешней оболочкой мира он видит внутреннюю структуру мира то есть он видит бога как есть книга известная называется отиватас маска вселенной то есть вот это все маска а кто за маской это бог то есть маска это вот этот внешний осязаем мир это это внешне эта маска и когда ты это понимаешь что ты сквозь нее начинаешь постигать бога это вообще там уже высший пилотаж теперь понятно сердце сообразительно ищет познания включена да теперь у пикселим и рэ и вэлэд значит дальше мы переходим обратная сторона медали есть люди которые называются кселим кселим это грешники которые грешат из-за того что у них есть их вожделение то есть их животная сущность их ецерара животная инстинктивная сущность она настолько у них сильная что они идут на поводу у этого внутреннего животного это называется ксели человек который не может идти по правильным путям потому что его вожделение сильнее и но он не отрицает правильные пути он не отрицает систему что бог сказал это Это хорошо, это плохо, это можно, это нельзя. Он говорит, я все понимаю, но я не могу. Это Ксиль. Теперь Ивэль, это тот, который говорит, нет, говорит. Кто сказал, что это так? Кто это Бог вообще? Фараон говорил. Бог, не знаю никакого Бога. Я, он себя считал Богом. Да, тот человек, который отрицает Бога, он вместо Бога ставит кого-то. Невозможно просто отрицать Бога. То есть, или ты, все атеисты, это верующие люди. Они убежденные, ну, они верят в систему, в которой нет Бога. То есть, они верят в того, кто эту систему придумал. Например, они верят в Дарвина какого-нибудь, или в Карла Маркса какого-нибудь они верят. То есть, они все равно верующие люди, которые верят в кого-то, но не в Бога. Теперь Ивэль, это стептик. Он вообще ни в кого не верит. Ивэль, это такой человек, который от слова улай может быть. Он, значит, да, это фигня, это фигня. Ну, то есть, он все отрицает. Так вот, Ксиль, значит, смотрите, давайте полностью еще раз 14 отрывок прочтем. Сердце сообразительное, мудрое, оно ищет познание, оно хочет познать. Оно не отрицает, а наоборот познает, задает вопросы. Но не для того, чтобы отрицать, а для того, чтобы понять. Разные точки зрения, разные позиции и так далее. То есть, он двигается, познавая реальность. Это мудрое сердце. А сердце Ксилим, рот Ксилим, у Ксилим, сердце их занято только вожделениями. То есть, они хотят там, ну, быстрее пожрать, там, потрахаться. Ну, то есть, такое они, извиняюсь, да, вырвалось. Это подсознание, да. Значит, и, я извиняюсь, как-то оно вырвалось у меня, да. Вот, и в, значит, и ире, и велит. Оно наоборот, ире это от слова роэ, это близкий, и роэ это пастух. То есть, здесь по-разному объясняют это слово. В общем, вот этот вот Ксиль, он больше общается со скептиками. Потому что ему приятнее послушать позицию скептика, чем познавать. То есть, он, а, типа, ну, вот, и такие же люди есть. Этот скептик еще и похуже, чем я будет, да. То есть, он вообще все отрицает. Я хоть понимаю, что есть Бог. То есть, ну, его уже, как бы, направление движения понятное. Теперь дальше. Пятнадцатый отрывок. Пятнадцатый отрывок, он очень интересный такой, да. Прямо, реально, вся современная психология в нем. Коль я мэй, ани, раим. Все дни бедного плохие. Все дни бедного плохие. Прямо так написано. Ветов лев, миштетамид. И, а тот, у кого доброе сердце, вот это доброе подсознание, он, миштетамид, это он на пире всегда. Как это может быть? Значит, как это может быть? Давайте посмотрим. Во-первых, надо понять, что терминология Тора отличается от терминологии обычного человека. То есть, что такое по Торе они бедные? Бедный это не тот, у которого нет денег. Бедный это тот, которому не хватает. То есть, человек, у которого есть недостаток, он бедный. И неважно, у него есть миллион, а ему не хватает два. Он богатый? Нет, он бедный. У него два в минусе. То есть, он все время чувствует недостаток, ему плохо, он страдает. Значит, бедный, еще раз, бедный по Торе, это тот человек, которому не хватает. Он бедный называется. Теперь, бедный, богатый по Торе, это тот, кто счастлив своему делу. Тот, у кого есть в Торе даже слово «ошер», «богатство» и «ошер», «счастье» звучат одинаково. Разница в написании есть одна буква, но произносится абсолютно одинаково. Богатый, счастливый. И, значит, тот, кто счастлив своему делу, у кого есть избыток, он богатый. У кого есть недостаток, он бедный. Теперь, все дни бедного, они плохие. Почему? Что даже если у него есть сейчас, но ему все равно не хватает. И сколько бы у него ни было, у него будет всегда не хватать. Теперь, то влев, человек, у которого хорошо на сердце. А когда у человека хорошо на сердце? Он, значит, да, отлично, у меня все есть. Я расскажу сейчас одну историю про, что такое, когда у человека хорошо всегда на сердце. Был один, один был этот самый, сапожник. Он сидел там, сапоги клепал. А был царь. Цари обычно, вот во всех историях цари ходят и ищут, кто хочет на них напасть. То есть цари или сами нападают на всех, как Наполеон такой, он прямо, или там Александр Матидонский, весь мир захвачу, всех поубиваю, ограблю, там и все, такие грабители. Но при этом они же сами боятся все время, что их убьют. И они выслеживают все время, у них мания преследования, как у Сталина была, который там шорох, он стрелять, застрелил жену свою. Да, известная история, застрелил жену. То есть все тираны, они сами же в параноиде, они боятся все время, что их убьют. И у Сталина, почему он убивал людей? Потому что он боялся заговора против себя. Это было от страха. Теперь, значит, и вот в этой истории был сапожник, он сидел, значит, стучал сапоги, а царь ходил переодетый и смотрел, что люди говорят. И вот он слышит, этот сапожник сидит, кайфует после работы, накрыл себе стол, взял себе там стакан вина, салатик соорудил, все, сидит, радуется, песни поет, счастливый. Он ему спрашивает, чего ты такой счастливый? Он говорит, а что мне не радоваться? Класс, я сегодня рубчик заработал, купил себе еды, вот я сейчас сижу, кайфую, вообще все великолепно. Царь такой думает, вот несправедливость какая вообще, почему одним все, другим ничего? Я тут боюсь все время, хожу, скрываюсь, у меня там дворцы есть, а я как бы, мне все мало, да? Значит, я сейчас ему устрою хорошую жизнь. Он объявляет на следующий день приказ, что на сапожников накладывается огромный налог, значит. Думает, я сейчас посмотрю, как он будет вечером радоваться. Значит, вечером идет, смотрит в окошечко этого домика, ну, где этот сапожник жил. Ну, а сапожник сидит опять этот, пьет это самое, вино, значит, ну, стаканчик, салатик себе соорудил, там, рыбка, все. Тот ему говорит, слушай, говорит, а что ты радуешься так, песню поешь? Ты что, не знаешь, что на сапожников налог наложили? Это царь переодетый. Тот говорит, а мне все равно, я сегодня уже не сапожник, я сегодня грузчиком работаю. Я уже, ну, себе тоже заработал, на сегодня деньги есть, зачем мне за завтра волноваться? Бог обо мне позаботиться, значит, все отлично. Царь думает, как, что за позиция жизненная такая? Вместо того, чтобы волноваться о завтрашнем дне, вместо того, чтобы там как-то переживать сильно, да, он сидит, радуется, песню поет, Бога благодарит. Говорит, я сейчас на следующий день накладывают налоги, запрещено нанимать там рабочих без специальных документов, там все. В общем, этот думает, что он теперь будет делать этот сапожник. Сапожник пошел, устроился на эту царскую службу и в армию. Значит, все обеспечение, все. И опять же, вечерами приходит домой и сидит то же самое, песни поет, закатом любуется и вообще не волнуется. Царь говорит, ладно, не будем им платить деньги, посмотрим, чтобы у него вообще денег не было. Посмотрим, сможет ли он так волноваться, ну, радоваться или нет. Значит, этот вечером опять он приходит туда, а у сапожника им зарплату не выдали, денег нет, вообще нету ничего. Думает, ну, вот что он сейчас скажет. А этот сапожник, он, значит, взял саблю, которую, ну, ему выдали оружие, это самое, питабельное оружие. И эту саблю, значит, он заложил в долг, ну, думаю, мне же когда-нибудь заплатят, заложил в долг эту саблю и, значит, сидит опять вечером, пьет, радуется и такой счастливый. Типа, дал Бог день, дал Бог пищу, а завтра Бог со мной разберется, как будет, я, главное, прославляю Бога. Так, царь такой, ему говорит, а ты-то как сейчас радуешься? А этот уже стакан вина выбил. Говорит, я тебе сейчас расскажу, я табельное оружие заложил, говорит. Ну, я, говорит, какой я молодец, да, я придумал тему. Я, значит, клинок заложил, а ручку я, типа, вставил в эту. Никто же не заметит, что у меня сабли там нету, да. Ну, царь думает, ну, ладно, на следующий день, значит, он выстраивает это своих солдат, выходит и говорит, значит, так, вот главный там преступник, его надо сейчас казнить. Значит, и приказ казнить, кто его сейчас казнит, идет, идет, и на этого сапожника, ты должен его казнить. Давай, говорит, руби ему голову. А у того нету клинка в ножнах, у того только ручка одна. И царь думает, ну, что сейчас, как тебе Бог поможет, посмотрим, как тебе Бог поможет. Этот сапожник такой стоит, стоит, говорит, я человек верующий, очень, говорит, царю. Я в Бога верю, говорит, вообще. И говорит, мне просто убить человека, даже по приказу царя, говорит, ну, очень тяжело. Но я понимаю, что и приказ нельзя не выполнить, потому что это приказ царя. И я, говорит, но я хочу понять, пусть будет знак от Бога, пусть Бог сделает чудо. Если, значит, я должен его убить, так я его убью и выполню приказ царя. А если нет, пусть клинок у меня исчезнет. И Бог тебя выдернивает ручку, значит, из этого нету клинка. Все, вау. Царь говорит, ну, говорит, реально ты молодец, говорит, Бог тебе помогает. Говорит, ты молодец, что ты радуешься всегда, и пусть тебе Бог и дальше помогает. В общем, такая история. И есть люди, опять же, которые, несмотря ни на что, как Ник Вучич, который без рук, без ног родился и женился, четверо детей, миллионер, два института и так далее. Есть люди, которые всегда беспокоятся. Я, кстати, вчера прочитал, интересно, почему люди всегда беспокоятся. Знаете, такая чистая теория, ну, вот, психологическая. Почему люди беспокоятся о завтрашнем дне? Потому что, вот представьте ситуацию, раньше же не было ни света, ни электричества, ни полиции, ни милиции, ни скорой, ни... Ну, не было ничего, да? Тысячи лет так люди жили, тысячи. И вот два человека. Один, он все время на измене, он боится, он все время всего опасается, он такой трусливый. Второй, смелый, ничего не опасается. Понятное дело, смелый вышел в лес, его тигр съел, трусливый сидит всю ночь возле костра, остался жив. Смелый пошел в атаку, его порубали, трусливый убежал куда-то, остался. То есть, все время выживали те, кто больше боялись. Естественный отбор. То есть, все время оставались те, которые больше опасались, больше тревожились, которые оставляли себе там на черный день, что-то, знаешь, ну, и так далее. То есть, поэтому выжили за последнее время в основном только те, кто боялись. Понятно. Да, поэтому большинство людей все время беспокоятся, потому что именно те, кто беспокоятся, как в Мишле мы будем дальше учить, там есть такой отрывок, что счастлив человек, который беспокоится всегда. Ашры ишми фахеттамид, который боится всегда. Да, потому что он в этот момент, он будет осторожный. Сказать, что он счастлив, сложно, потому что он все время боится. Так объяснили нам мудрецы, что он боится только одной вещи. Счастлив человек, который боится нарушить волю Бога. То есть, в этом разница. То есть, тот, кто боится просто всего, он несчастлив. Тот, кто ничего не боится, а боится только Бога и нарушит его заповеди, тот попадает под защиту Бога, и Бог его везде защищает. Вот это вот главная, как бы, идея. Хорошо, еще раз давайте тогда с этой точки зрения посмотрим на отрывок пятнадцатый. Все дни бедного плохие. То есть, тот человек, который бедный по психологии, он ему не хватает. Они у него все дни плохие. Даже если у него сейчас есть что-то, ему плохо, ему не хватает. Понятно. Теперь, и тот, у кого хорошо на сердце, внутри хорошо. У него все как пир. Не написано, что у него все пир. У него в это влев, миштетамид, у него как будто бы все пир. То есть, он как будто, он прямо вау, весь мир мой. Вот есть одна девушка смотрит нас, да, Алена, Алена Эйфория, она называется. Она все время в таком эйфоричном состоянии. Я читал, как она прошла на Тони Роббинса. То есть, она как раз вот человек, который вот так вот и живет, как этот сапожник. Молодец, есть такие люди. Значит, дальше, шестнадцатый отрывок. Том Маат Байрат Ашем. Лучше немного, но со страхом перед Богом. Байрат Ашем. Лучше немного, со страхом перед Богом. Меоцер Рав, меумабо. Чем большая сокровищница, сокровищница, а в нем, а в ней ничего нет. Значит, это как раз продолжение мудрости царя Соломона, который идет, у него есть конкретная линия отношения к деньгам. Значит, в Каэлите, в Экклезиасте, он говорит, лучше, говорит, одна жменька, он говорит, лучше, но когда тебе хорошо, чем большая охапка и когда тебе плохо. Ну, то есть, имеется в виду через груз, через страдания и так далее. То есть, понятно, да, идея? Второй, он говорит Богу, его молитва там есть в Каэлите. Он говорит, шав ведвар казав архек мемени. Пустое и лживое от меня отдали. Вот эти все рекламы, там все, это все пустое и лживое. Раш ваошер аль тительни. Бедность и богатство не давали. И трефени лехом хути. Накорми меня законным хлебом. То есть, чтобы все было по закону, все. Это как бы его позиция. И здесь он ее продолжает. Он говорит нам, лучше немного, но когда у тебя есть страх перед Богом. То есть, страх перед Богом это высшая форма связи с Богом. То есть, есть любовь, которая идет за этим. Но как бы подвязаться к Богу, ты можешь только через страх. То есть, как мозг устроен, что так как инстинкт самосохранения это главная сила, которая больше всего управляет мозгом, то единственная возможность поставить, перейти на вот этот вот передний привод связи с Богом, это весь страх замкнут на Боге. Иначе у тебя мозг будет разболтан, и ты будешь бояться всего. Теперь тот, кто боится только Бога, он присоединился к Богу и перестал всего бояться. И дальше идет любовь к Богу, потому что когда ты к Богу присоединился, то ты чувствуешь его любовь, и тебе становится хорошо. Ну вот именно такой идет порядок. Страх перед Богом. Нет у тебя страха перед... ты отцепился от окружающего мира. Любовь к Богу пошла по этому каналу. Любовь от него к тебе, от тебя к нему. И дальше ты должен это все запаковать в интеллектуальную систему взаимоотношений с Богом, чтобы не нарушать его волю и делать его заповеди. И ты проходишь по жизни по этому пути, и переходишь в следующий уровень, когда заканчивается этот уровень игры, как бы, да, начальной, в котором мы находимся. Теперь лучше немного. Речь идет о том, сколько внимания человек уделяет материальному миру, сколько внимания человек уделяет духовному миру. Лучше немного, но когда у тебя есть основа этой Раташем, чем Оцер Рав, есть люди, у них вот Оцер Рав, у них наполненные сокровищницы, да? И что? Ум и Умабу, и ничего у них нету. Потому что они не ощущают, они все время ищут, у них внутри пустота. И они пытаются заполнить эту пустоту, кто наркотиками, кто дополнительными какими-то еще богатствами. Вот еще одну фирму открою, еще одну фирму. Я разговаривал вчера как раз с одним очень успешным человеком, и он такой, он говорит, я себя успешным вообще не считаю. Я не помню ни про один свой успех. Я все время не удовлетворен, всю свою жизнь. У него три высших образования. И сейчас он хочет сделать мировой такой прямо проект какой-то. Я говорю, слушай, ты, ну вот, ты, говорю, подумай сам логически, да? Вот ты всю жизнь не удовлетворен. Все, что ты достиг, тебя не удовлетворило. Теперь ты сейчас себе замахнулся цель, там, мировой проект, и ты надеешься, что он тебя удовлетворит. Но по факту, даже если ты его сделаешь, он тебя тоже не удовлетворит, потому что ты вообще не знаешь, что такое быть удовлетворенным. А второе, что, скорее всего, ты его и не сделаешь. Ты тогда вообще будешь себя лузером ощущать. То есть тебя победы не удовлетворяют. Ты думаешь, ну это маленькие победы, вот большая там будет мировая победа, там, тогда да. А он миллионер, ну то есть богатый человек, там, ну, уважаемый человек, все. Вообще чувствует себя несчастным, страшно. Я ему говорю, тебе нужно, говорю, на создателя Грейти, ко мне на тренинг, все, говорю, единственная возможность для тебя вообще стать нормальным. Да, и он задумался, потому что у него сейчас выбор, или там 10 лет посвятить какому-то проекту и чувствовать себя все время неудовлетворенным, или же просто, ну, поменять мышление, поменять мышление. Хорошо, теперь дальше двигаемся. Понятно, да, идея? То есть Шлом Амелак нам сказал, лучше немного и страх перед Богом, чем много и ничего. Дальше, и последний 17 отрывок сегодня. Тов Арухат Ерек Ваавашам. Лучше говорит завтрак. Аруха это прием пищи, да, прием пищи. Овощи какие-то, овощи поесть, редисочку там, там еще что-нибудь такое, салатик. Ваавашам и любовь там, да, но есть там любовь. То есть лучше вот чуть-чуть травки и есть там любовь. Мишор Авус. Чем бык раскормленный, такое мясо, да, стейк такой, бык раскормленный. Восинабу и ненависть в нем. То есть это, опять же, продолжение той же линии, той же линии, что в жизни человека главную роль вообще, качество жизни определяется качеством эмоций, которые человек испытывает. Если человеку хорошо, у него есть на сердце любовь, радость, достаток. Именно в сердце, в его мышлении, имеется в виду, он смотрит на себя и на мир глазами, что ему не просто достаточно, а у него даже большее, чем ему надо. Он благодарен. То у него внутри наполняется, он наполняется вот этим вот любовью, радостью, благодарностью. Ему настолько хорошо. Это самое высокое качество жизни. К этому надо стремиться. И когда человек, в этом случае даже немного, какая-то овощная трапеза, и есть любовь, это лучше, чем у тебя есть все, а внутри ненависть, которая тебя съедает. Ненависть, зависть, там, ну, все негативные эмоции. Все, это нам расставили приоритеты правильно. И, зная эти приоритеты, можно двигаться дальше, можно двигаться дальше. Кто на работу, кто еще поучится, кто порадоваться тому, что есть. То есть здесь уже каждый сам выбирает, чем ему заняться. И давайте еще 18 отрывок, так как все равно все сейчас пойдут делами какими-то заниматься. 18 отрывок нам советуют, как с людьми взаимодействовать. Потому что вот человек, я уверен, что когда учишь, когда мы сейчас взаимодействуем с царем Соломоном, да, мудрейший из людей, который был на контакте с Богом, то у нас у всех прямо бах, пошла мудрость такая. Я помню, ну вот приходил, когда на уроке Кравыцкая Кузильберузе, Храна Цедикли Враха, и, значит, приходил к нему на урок, приходишь такой весь какой-то разболтанный, послушаешь такой сразу, фух, так все понятно, вообще такой кайф, вообще чего. Потом выходишь и сразу опять, джжж, и попадаешь. Говорит нам в 18 отрывке, в 18 отрывке говорится нам следующее. Ишхама, Игоре Мадон. Значит, есть понятие хама, это, хама это внутри, внутри, когда у человека есть раздражение, гнев, но задавленный внутри, это называется хама. Есть аф, это внешняя форма, это когда ты гневаешься, ярость такая внешняя, сильная ярость. Это аф называется. Дальше, есть риф, риф это ссора, когда просто люди ссорятся без особой причины, там, слово за слово, пошли поссорились. Есть Мадон, когда они судятся за какое-то имущество, когда есть реально предмет спора, и они идут куда-то к одним, к другим, в суд, ну, чтобы их рассудили. Это Мадон называется. Теперь написано так, что Ишхама, тот человек, у которого внутри ярость, он придет к Мадонну, к этому, к суду за что-то конкретное. То есть, вот человек, он раздражался, потом у него, ему надо куда-то это вылезти. И он находит причину, и он начинает с тем-то уже, Мадонна, это как, ну, судится, да, воевать начинает с тем-то, серьезно. То есть, вот это вот внутреннее, одно за другое цепляется, это как цепочка, да, человек, который вошел в негатив, ненависть внутри, там, зависть, потом он раздражение, потом он, оп, с кем-то поссорился, и в итоге он придет к суду, придет он к суду. Это такая цепочка. А тот, кто внутри долготерпеливый, кто такой долготерпеливый? Написано, долготерпеливый, это тот, кто сильнее, чем воин, да, то есть, что имеется в виду? Есть люди, которые такие, они спокойные, они умеют терпеть, умеют терпеть, они успокаивать себя, умеют смотреть на ситуацию с разных сторон. И мы уже учили это, манерах, то есть, ответ мягкий, он убирает эту хому. И есть люди, которые умеют все это гасить, вот я, у меня есть один знакомый, хороший приятель, друг, Саша Срулевич, да, его зовут. Он, он такой смешной, он в плане, вот, он умеет с людьми так спокойно, он все переводит в шутку. И настолько легко с ним общаться, то есть, любая, любая напряженная ситуация, и он так, оп, и мягко переводит в шутку. И прямо, ну, реально хочется с такими людьми общаться. Есть другие люди, которые из-за всего раздражаются, и прямо с ними опасно общаться, потому что он такой весь на взводе. Ты что-то сказал, обида такая какая-то и пошла, ссора. Потом он вспоминает, что там суд какой-то, знаешь, начинает с тобой, а вот 10 лет назад, ты помнишь, там... Ну, вся действия, да? Поэтому здесь нам царь Соломон, он сказал, что тот, кто внутри в этой я, в гневе, он потом перейдет на более жесткую ступень, а тот, кто умеет внутри быть терпеливым и спокойным, что он сможет утихомирить любую ссору, ривета, любую ссору. То есть, нужно учиться, я это обратил внимание, манерах, то есть, ответ мягкий. То есть, то самое главное, это тон голоса, улыбочка, спокойненько. Если ты можешь внутри даже с собой разговаривать спокойненько, да, вот контролируешь свой внутренний диалог, и ты спокойненько так смотришь и думаешь, это разве проблемы, которые у меня сейчас есть? Разве же это проблемы? Вон люди, на той неделе умерла там жена у моего товарища, значит, жена 5 лет ребенку, вот неделю назад ее похоронили. Вот это проблемы, да, это реальные проблемы. Ну и так далее, то есть, и когда ты начинаешь мягко с собой говорить, когда у тебя есть разная разносторонняя позиция, ты ищешь познание, ты хочешь понять ситуацию, а не продавить свою позицию, в этот момент у тебя, конечно, все будет хорошо. Все, дорогие друзья, я советую всем нам и желаю, чтобы было у нас доброе сердце. Доброе сердце – это внутри вот это очищенное подсознание, которое и проецирует потом, и создает всю нашу жизнь, потому что то, что внутри у человека, потом преобразовывается в то, что у него снаружи. Его мечты, его позитивные взгляды на мир, на людей и так далее преобразовываются в позитивную жизнь. И то же самое его беспокойство, его страхи, его обиды, его зависть и так далее, оно преобразовывается в его же негативную жизнь. Поэтому самое главное для нас – это, чтобы мы все пришли к доброму сердцу, выбрали себе направление двигаться к Богу, чтобы в Роша Шана, скоро мы приближаемся, на всех записали в хорошую жизнь, в хорошие книги, здоровья, счастья, успеха, гармонии, спокойствия, любви, радости и всего самого хорошего. Все, напишите свои три вывода из урока, повторите свои прошлые выводы и с Божьей помощью встречаемся завтра в 10.00. Все, до завтра. Продолжение следует...